Всем привет! В этом видеоролике я расскажу, как поставить тайм-коды на ваш видеоролик, если он большой. Заходим в приложение YouTube. Обязательно приложение должно быть установлено. Нажимаем. Зашли на ваш канал. Внизу, в правом углу написано «Вы нажали сюда». Далее листаем пальцем и вот здесь вот «Ваши видео» раздел. Нажимаем «Ваши видео». Идут наши ролики. И напротив каждого ролика три точки. Выбираем видеоролик и нажимаем на эти три точки. Вот, допустим, у меня вот этот ролик. «Какие девять качеств нужны для просветления?» Нажимаем три точки. Далее у нас вот здесь вот выскочило «Изменить». Выбираем «Изменить». Нажимаем «Изменить». Что у нас выходит? Первое – название. Название нам не нужно. А вот второе – описание. Нажимаем на «Описание». И теперь мы будем вводить наши тайм-коды, чтобы YouTube разделял видеоролик на главы. Первое, что нужно понять – нужно обязательно выбрать самую первую точку. То есть, что у нас идет сначала. Как обозначается эта глава. Вводим два ноля, потом двоеточие, еще два ноля и пишем, что у нас с самого начала. Я вбиваю, что у меня идет. Что должно поменяться, чтобы достичь просветления. Точка восприятия. Мы обозначили, что у нас идет с самого начала. То есть, обязательно начальная точка. Иначе, если мы сразу же тайм-коды начнем с середины, там, YouTube просто не будет воспринимать. Все. Запомнили. Два ноля, две точки, два ноля. И далее вводим описание, что у нас в самом начале. Вы должны понимать, чтобы YouTube разделял на главы, ваши главы должны быть больше 10 секунд. То есть, следующая глава должна быть больше 10 секунд. Например, вот у меня прошло 36 секунд. И дальше я пишу. 0, 0, двоеточие, 36 секунд. Пишу описание. Терпение. Старанье. Бескорыстность. Таким образом, вы можете разбить ваш видеоролик на главы, чтобы зритель нажимал и переходил на ту главу, которая ему нужна. Важно понимать, что у вас должно быть больше двух глав. То есть, обязательно где-то 3-4 главы. Если 2, не имеет смысла разделять ваш видеоролик. Поставим третью главу. 0, 1, двоеточие, 24. Все, мы ввели в описание наши тайм-коды. Чтобы они применились, нужно вверху слева вернуться по стрелочке в левой. Вот эта стрелочка. Нажимаем ее. И нажимаем вверху, вот эта вот справа, кнопочка «Сохранить». Все. У нас сохранились наши тайм-коды. Теперь мы это проверим. Нажимаем на видеоролик. Заходим в описание. Все. Вот тайм-коды работают. Нажмем вот, допустим, 1, 24. Все. Тайм-коды работают. По такому принципу вы можете разделять ваши длинные видеоролики на главы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в новых видеороликах. Продолжение следует.